Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий, Андрей Печерин. «Искони бе слова, и слово бе от Бога, и Бог бе слова». Эти великие и даже в какой-то мере страшные в своей богооткровенной величине слова Древнего Евангелия впервые прозвучали на славянских землях в конце IX века во время миссионерской проповеди святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Ежегодно, 24 мая, Святая Православная Церковь празднует память этих великих святых. Этот праздник открывает радостные и объединяющие всех славян дни православной письменности и культуры. Церковнославянский язык, созданный святыми братьями, до наших дней звучит во всех церквях славянских стран, обращая и просвещая, обогащая многие миллионы верующих по всему миру. И его изучение для более глубокого понимания и познания духа нашей богослужебной культуры является делом, несомненно, важным для каждого христианина. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию первую часть учебника по церковнославянскому языку, который неоднократно переиздавался, и последнее, шестое издание его было выпущено в прошлом, в 2015 году. Об этой книге далее в нашей программе. Автором данной книги является один из крупнейших филологов на Южном Урале. Кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретического и прикладного языкознания Челябинского государственного университета Валерий Эдуардович Будейко. Он преподает множество различных дисциплин. Латинский, древнегреческий, церковнославянский, русский язык и культуры речи, русскую стилистику и литературное редактирование, историю языкознания, историю лингвистических учений, теорию и историю письма, историю и методологию филологии, методы лингвистических исследований. Преподаванием же церковнославянского языка он занимается с 1989 года, то есть скоро уже как 30 лет. Он преподает церковнославянский язык как в светских вузах, так и в духовном училище, а кроме того и в церковно-приходских школах города Челябинска. Данное пособие – начальный курс церковнославянского языка, разработанный и использовавшийся автором на уроках древних и богослужебных языков в учебных заведениях города Челябинска. Тексты и упражнения взяты и переработаны из учебников иеромонаха Алипия Гомоновича, авторов Камчатного, Хабугаева, Плетневой, Кровецкого, Мироновой, Саблиной, из серии изданий греко-латинского кабинета. Набор текстов, вид и синтез научных идей позволяет использовать предлагаемое издание как в светских, так и в духовных учебных заведениях как единственный в своем роде лингвокультурологический учебник. Вся книга состоит из трех частей. В первую часть вошло напутственное слово и 12 уроков. История и сущность языка, происхождение церковнославянского письма, славянские азбуки IX-XI веков, фонетика церковнославянская, азбуки нового времени, основы церковнославянской орфоэпики, славянской пунктуации и дидактика, титлование и диактрика славянская, церковнославянская цифирь, книжная датировка, дополнение к кириллической графике, словарная работа и чтение. Кроме того, в заключительной части книги представлена литература по теме и список сокращений, принимаемых в данной работе, а также выходные данные издания. В идее этой книги заложено благотворное условие постоянного, ежедневного, пусть и непродолжительного, но непрерываемого усердия и навыкания в упражнениях по изучению древнего славянского и богослужебного новославянского церковного языков. Такая кропотливая, непрерывная деятельность даст гораздо больше, чем чтение наскоком, наспех, помногу и редко. Как отмечают издатели, при чтении учебника надобно прояснять смысл каждого слова. На каждое слово должен быть свой образ в сознании учащегося. Поэтому, если встретится на уроке непонятное слово, то следует остановиться, не спешить далее со чтением, а прояснить смысл написанного. Открыть словарь далее или словарь церковно-славянского языка и прочитать несколько значений этого трудного слова. Списки хороших словарей указаны в конце данной книги. После чтения словаря издатели предлагают попробовать составить пять предложений с уже понятным для вас словом, подобрать тройку синонимов и антонимов, после чего можно продолжить учебное чтение. По словам издателей, ни в коем случае нельзя пропускать непонятное слово, иначе можно потерять смысловую связь высказываний, что в конечном итоге может привести к непониманию прочитанного и медленно погубляющему охлаждению к начатому делу. Орфография текста выдержана издателями в старом дореволюционном каноне правописания, ибо он ближе к церковному старому написанию. Для многих уже не секрет, как коверкались имена собственные и нарицательные в советской гражданице, бытующей теперь повсеместно. Например, замена фиты на ферт в словах рифма, феодор, феофилакт, теократия и и десятиричной на «и», или же написание народа или народности с малой строчной буквы, что явно символизирует умоление, уничижение смыслов народов, национальностей, столь характерное для коммунизма и безумного форсирования глобализации. Поэтому при издании учебника было решено набирать тексты в старом правописании. Гораздо правильнее и логичнее следовать прежнему старорусскому письму, изучая таким образом и сравнивая этимологию и морфологию древнего языка с известными нам языками, в том числе и с русским, и с белорусским, а также с украинским. Напомним, что в прежнем правописании «и» десятиричное произносится как «и», однако в начале слова «и» десятиричное перед гласной произносится как «и». Приступая к изучению древнего и современного богослужебного языка, издатели также советуют прислушаться и внять советам тех, кто изучал этот язык не один десяток лет и достиг плодотворного успеха. Во-первых, говорят они, не стоит торопиться. Пока не усвоится старое, не начинайте новое. Во-вторых, надо не забывать, что повторение — мать учения. Не переставайте повторять и повторять изучаемые слова и фразы. Кроме того, занимайтесь изучением языков постоянно. Слова запоминайте в связи с определенными обстоятельствами и темою. Постоянно читайте легкие, но значимые и любопытные тексты на изучаемом языке. Лучшее же — чтение молитвословий и духовных стихов. Постоянно повторяйте про себя и вслух стихи, молитвословия, песни, фразеологизмы, пословицы, поговорки и тому подобное. Слушайте песнопения в записи или наяву из церковнославянских служб и постарайтесь найти слова уже знакомые. По словам издателей, современное сознание, особенно молодежи, извращено пагубными примерами скоропалительных, поспешных уроков различных курсов ускоренного обучения, которые оставляют часто блестящее впечатление, но не дают глубины высот родных языков. Совсем другое отношение требует к себе изучение церковнославянского языка, который, как говорили древние, «удидактос аллафтитос», то есть приобретается не обучением, а упражнением, образом жизни. Будем же надеяться, что советы, данные издателями, не останутся в туне. Дай вам Бог крепости и любви в изучении церковнославянского наречия. Помните, мы изучаем живой язык, язык великих святых людей, а для этого требуется не только талант, но и благосклонное и терпеливое изучение этого издания. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok